Приветствую, друзья! На связи Евгений Назаров. В этом видео мы с вами посмотрим, где можно заказать рекламу, если, в принципе, ее никогда нигде не заказывали, если у вас никогда не было своей собственной базы подписчиков, и вы сейчас это будете делать впервые. Кстати, когда я только начал собирать базу подписчиков, было это давно, и припоминаю, что у меня были какие-то страхи, да, то есть как это у меня своя собственная база подписчиков, что я буду с ней делать, как ее набирать, и так далее, но мне сказали, нужно собирать базу подписчиков, я начал ее собирать, и сейчас, в принципе, никаких трудностей с этим не имею. И, друзья, вот если у вас сейчас тоже есть какие-то страхи, я более чем уверен, что они есть, потому что когда ты начинаешь делать что-то новое, то обязательно будут появляться страхи, то есть вы выходите из своей зоны комфорта. Если у вас эти страхи есть, то, пожалуйста, в чате Телеграм напишите, какие страхи, но хочу сразу же сказать, что все эти страхи ваши абсолютная фигня. Остается только примерно недельку повариться в этой теме, и вы будете как рыба в воде во всем этом плавать. В принципе, ничего страшного в этом абсолютно нет. Главное постоянно это выполнять, выполнять, это войдет в привычку, ваш образ жизни, как бы, и все будет хорошо. Что ж, давайте перейдем к первому сервису, на котором мы будем заказывать рекламу. Сразу скажу, это такой тренажер, это не показатель того, где нужно заказывать рекламу, да, но потренироваться можно и здесь. Также вы получите и первых подписчиков отсюда, и первых ваших партнеров точно так же получите. Давайте я сейчас покажу свои результаты. Вот с этой рекламной кампанией я ее заказывал 7-го числа, или может даже 6-го, 7-го вроде, на 100 рублей заказал. Вот видим, показываю 2799, переходов 241. Кстати, давайте перезагрузим, может что-то изменилось. О, нет интернета. Интересно получается. Давайте я интернет включу. Да, вот видим, уже 242 перехода. И какие результаты получились, да, с этой рекламной кампанией за 100 рублей. Сейчас я перейду чуть ниже к нашей группе «Богатей онлайн» 55 подписчиков. Давайте перезагрузим для точности эксперимента. Да, перезагрузка прошла. Сейчас вот так вот сделаем, чтобы более точно было видно. Вот они, наша группа «Богатей онлайн». Видим подписчиков 55. Ну и сегодня присоединилось 12. Так, насколько я помню, было здесь уже в этой группе 25 подписчиков, или что-то типа того. Ну, в общем, 30 подписчиков мы сейчас собрали за 100 рублей. Ваша задача, друзья, как минимум 100 подписчиков, в принципе, себе привлечь, для того, чтобы с ними поработать. Так, ну и в принципе, что у нас получилось из этих 30 подписчиков? Сколько из них зарегистрировались в нашей компании? Сколько из них оплатили непосредственно платные площадки? Перешли мы в «Богатей онлайн». Видим команды сейчас 62 человека. Перейдем в команду и посчитаем с 7 числа, сколько у нас сейчас партнеров, сколько из них активировано. Так, 7, 7. Это уже 6. Давайте 6 брать не будем, но вроде я 6 заказывал. Пускай будет 7. Так, 1 человек, 2 человека, 3 человека, 4, 5, 6, 7, 8 человек присоединилось. И 1, 2, 3, 4, 5. Так, нет, не 5, 4 человека. 1, 2, 3, 4 человека купили платные площадки. Такие вот дела. За 100 рублей мы привлекли 30 подписчиков, с которыми сможем работать в дальнейшем. И еще 4 платные площадки люди купили. Но вот эти люди, может, еще что-то купят. А если даже и нет, то непосредственно будет другой проект, и я просто смогу написать письмо точно так же этим партнерам. Видите, они у меня уже здесь, да? В чем кайф? Вам уже в следующий раз нужно будет меньше рекламы заказывать. Во-первых, да? Если у вас будет большая база подписчиков, то рекламу, в принципе, вообще можно не заказывать. И так далее. Но рекомендую рекламу заказывать сигнал для того, чтобы база подписчиков постоянно росла. Так, ну и в принципе, что хотелось бы сказать по тому, как заказывать рекламу. Как заказывать рекламу мы сейчас кратенько пробежимся, но основное правило при заказе рекламы. Как видим, у нас сейчас сервис показывает 8000 человек онлайна. Когда мы заказываем рекламу, важно понимать, что мы заказываем рекламу не на эти 8000 человек, а на определенную аудиторию. Потому что вот эти 8000 человек, у них у всех разные цели. И они сюда все пришли за разным. И важно понимать, что нам нужно привлечь именно тех партнеров, которые нам нужны для проекта Богатея онлайн или для какого-то другого проекта. Вот смотрите, я сейчас ниже. Ниже видим, как люди зарабатывают на халяве. Проверили ли они работают. Жми и получи доступ к видео. Что я этим текстом хочу сказать? Когда человек видит халяву, то он кликает, если он пришел сюда именно за халявой. То есть я таким вот образом привлекаю именно тех людей к своему проекту, которые хотят заработать на халяве. Но следующее, смотрите. Преврати 1 доллар в 24.50 уже через 2 дня. То есть здесь мы уже понимаем, что мы ищем тех людей, у которых есть как минимум 1 доллар, которые могут позволить себе вложить. Хотя это в принципе даже вложениями не считается. У которых есть 1 доллар для того, чтобы их куда-то вложить. Допустим, это будем так называть. То есть мы ищем именно этих людей. Если вы здесь напишите просто какой-то кликбейт, кликбейт это в принципе тот заголовок, который отражает неправду. Вы написали, допустим, заработать здесь бесплатно. Он переходит, подписывается и видит, что нужно что-то вкладывать. То понимаете, что этот человек просто от вас уйдет. То есть он не целевой для вашего продукта. И поэтому мы должны искать целевую аудиторию вот из этой общей массы. Это нам может помочь наш правильно составленный заголовок и описание. Таким вот образом мы говорим, что завтра старт. Люди в принципе, знающие и не знающие, уже понимают, что завтра что-то стартует. Хорошо. Начинаем с 1 доллара. То есть видите, человек уже понимает, что ему понадобится как минимум 1 доллар. И присоединяемся по ссылке «Сбирайте инструкцию». Он кликает, если ему это нравится, присоединяется по ссылке, становится вашим подписчиком и вашим партнером. Возможно, да? Оплачивает и так далее. Важно сначала понять, кто вам нужен, а потом под это понимание составлять заголовок. Что ж, сейчас я рекламную кампанию заказывать не буду. Я уже в принципе заказал, записывал видео, но оно почему-то не сохранилось и соответственно повторно вам сейчас дублирую. Так, как создать рекламу? Во-первых, мы переходим в раздел «Реклама». Здесь нажимаем «Добавить кампанию». Здесь все очень просто. Дальше у нас есть возможность выбрать тип рекламной кампании. Это тизер, пупап и ютуб просмотры. Я всегда здесь выбираю тизер, потому что наиболее результативный. Изображение здесь можем добавить, но я в принципе никогда не добавляю. Рекламный заголовок. Здесь вот есть подсказка. Укажите привлекающий внимание заголовок не более 50 символов. И не допускайте применение заголовки всех заглавных букв. Это тоже не очень такое результативное действие. И специальных знаков и символов. Здесь пишем ваш рекламный заголовок. Ниже рекламный текст. URL-адрес. Кстати, сервис TeaserFast у нас будет блокировать ссылку от сервиса soluspatch.com. Поэтому нам нужно будет ее сократить. Для этого мы переходим в Google или Яндекс и пишем как сократить ссылку. Тоже вам будет домашнее задание, если вы этого не знаете. Как сократить ссылку? Пишем. Можете посмотреть видео, можете почитать статью. И вообще в принципе рекомендую подружиться и с Google и с Яндексом. Если вы правильно зададите ему вопрос, он отдаст вам правильный ответ на ваш вопрос. Google, Яндекс все знают. Любой ответ на ваши вопросы. Вот видим самую первую ссылочку к короткий URL для всех. Как им пользуются? Мы переходим. Давайте перейдем сразу же возьмем нашу ссылочку. Здесь вот вставляем нашу ссылку. Нажимаем клик. Хлоп. Ссылка сохранилась. сократилась. Она стала другого вида. Но будет вести она именно на наш сайт. Давайте это проверим. Я вот сейчас вставлю в новое окно. Нажимаю Enter. Видите, переходит на наш сайт. И такую ссылку TeaserFast уже у нас пропустит. То есть мы ее вставляем вот сюда прямо. И все. После этого здесь вы будете видеть конечный результат вашей рекламной кампании. Ну вот так вот пускай будет. Видите, да, я пречатаю здесь все показывать. Настройка показов. Здесь в принципе можете выбрать 5-15 секунд, но 30 секунд не имеет смысла никакого. Либо 5-15 страны. Выбирайте русскоговорящие. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Ну, Молдавия, Латва, может там. Я всегда выбираю вот эти четыре. Показов человека за сутки. в принципе, я всегда выбираю от одного до четырех. Можем два. Пол я выбираю мужской, потому что он здесь наиболее активный. Это уже проверено. И показов минут я всегда ставлю 300. Здесь это в принципе не важно. Если мы уберем галочку, то станет у нас рекламка подороже на одну копейку. Я ее в принципе оставляю, потому что показываю человеку за сутки всего 24 ставлю. Так. Ну и в принципе потом нажимаем добавить. После того, как добавили, переходим в раздел пополнить. И здесь также все очень просто. Здесь выбираем сумму, которую хотим пополнить. Допустим 100 рублей, чтобы было немного для вашего теста, чтобы вообще понять, как заказывается реклама, как привлекаются подписчики, как привлекаются партнеры в проект. Вы сейчас сами это сделаете и увидите, насколько это просто, насколько это результативнее, чем просто рекламирует свою партнерскую ссылку или заниматься там какой-то фигней. Даже вот в таких сервисах можно что-то получить. В таких рекламных сервисах я имею ввиду. То есть это не показатель того, где нужно заказывать рекламу. Я еще раз повторюсь, есть намного более эффективные способы, но они конечно же намного более дорогостоящие. Поэтому если вы только новичок, то пользуйтесь этим, набирать свою первую базу подписчиков 100, 200, 300, 500 человек, может даже 1000 у вас получится собрать. Не знаю, у кого как получится. Такие вот дела. Выбираем допустим Payr, Robocassa, Webmoney, Яндекс. Касса. В принципе любой на выбор. И тут видим при выполнении баланса через Payr бонус 3% при выполнении от 20 рублей, от 105%. То есть если вы сейчас 100 рублей закажете, то 5% вам еще сверху. 105 рублей получите. Нажимаете оплатить, оплачиваете. Дальше переходите к рекламе и здесь нажимаете пополнить баланс. Тут выскакивают такие вот два показателя. Сумму вводите 100 рублей и на 100 рублей показывают. Нажимаете пополнить и рекламная кампания у вас запускается. Вот я запустил. После этого будет небольшая модерация примерно от 30 до полтора часов. После этого пойдут показы. Как только она пройдет модерацию свою. Такие его дела. Что ж, давайте перейдем к следующему сервису. Не буду показывать как заказывать рекламу. Просто познакомлю такой адрес surf earner.com Это точно такой же сервис как и тизер fast. Точнее аудитория здесь точно такая же. Они здесь тоже зарабатывают на просмотре рекламки. Сервис hunter lead домен вот такой hunter lead.com social public или social public но здесь точно так же видим 250 тысяч активных человек 4 505 новых за 24 часа то есть тоже можно здесь заказать рекламу и посмотреть как она работает ну в принципе этого думаю будет пока что достаточно для того чтобы заказать рекламу и собрать свою собственную первую базу подписчиков получить партнеров в наш проект друзья на этом я закончу запись данного видео урока с вами был Евгений Назаров действуйте тестируйте пробуйте ничего сложного в этом нет наберите хотя бы базу первую 50 партнеров как только вы набрали базу 50 партнеров пишите об этом в чат я набрал базу 50 партнеров или я набрала базу 50 партнеров мы вместе все вас поздравим а соответственно с этим прекрасным фактом как только наберете 100 партнеров пишите я набрал 100 партнеров 500 500 250 250 соответственно будем все вместе за вас радоваться такие вот дела после этого непосредственно будем уже после того как вы начнете зарабатывать хорошие деньги будем рассматривать уже более серьезные такие рекламные кампании более дорогостоящие соответственно с более целевой аудитории на связи был евгений назаров всем пока пока и до скорых встреч